Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, счастье привалило. После 16 лет мы что-то такое говорим, то, что не положено знать молодежи. Это что, после 16 лет? Ну вот только сейчас бы была информация. Ну это обычная история. Законодательство требует. Ну подожди, подожди, я должен вступление некое традиционное произнести. Ну так вот, сегодня пятница, замечательный день, поэтому прекрасное настроение. И у меня прекрасное настроение, потому что пятница, потому что эфиры в финальной неделе. Мы сегодня подводим итоги, кстати, в этом тоже есть определенная интрига. И у меня в гостях сегодня замечательные аналитики, замечательные люди, замечательные гости. И очаровательные гости в том числе. И надо отметить, что она первый раз в студии Сухого остатка. Надеюсь, что не последний. И в этом тоже есть определенная прелесть. Итак, я представляю своих гостей. В студии Владимир Рожанковский, директор аналитических... Давайте все-таки мы представим женщину. Ты меня перебивай сегодня сегодня. Хорошо, хорошо. Итак, прежде всего представляем даму Дарьи Желанного, старший аналитик Альпари. Добрый день, Даня. Добрый день. Здравствуйте. И Владимир Рожанковский, директор, хотя можно уже не представлять. Директор аналитического департамента Нордкапитал. Добрый день, Владимир. Добрый день всем. Значит, еще раз, уважаемые слушатели, я напомню, подводим сегодня финансовые итоги недели. Подвести есть что, поговорить есть о чем. Собственно, за кулисами мы, так сказать, об этом уже перемолвили с коллегами. Напоминаю для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями на этот счет. Есть, наверное, о чем поделиться. Кстати, вопросы уже есть у нас предварительно. Так что мы к ним обязательно подойдем. Вернемся во второй половине программы. А сейчас традиционно начнем с того, что я рисую картину маслом 1506 в Москве. И так, что происходит сейчас в моменте на финансовых рынках. Ну, начнем со вчерашнего традиционного закрытия Америки. Оно, вот это тоже, наверное, парадоксально, но только лишь американцы в красном цвете сегодня выглядят. Серьезно упали индикаторы американского рынка. Доу Джонс потерял 2,3, Сипи потерял 2,5 и почти столько же потерял Наздак. То есть, коррекция, да, долгожданная в данном случае, может быть, может быть, мы... И фичи тоже, по-моему, там красные, да? Да, да, да. И еще, наверное, момент стоит. По S&P 500, мы говорили о поддержке в районе 1600, вот 1588 закрылся вчера индикатор. Ну, и, тем не менее, тем не менее, да, парадоксально, наверное, но тем не менее, Азия сегодня торговалась положительно, Наздак вырос больше, чем на полтора... Простите, Никей 225 вырос больше, чем на полтора процента. Европа торгуется позитивно, почти процент прибавляет Фудси 100. Ну, и у нас отскок, наверное, отскок-подскок, переворот. РТС почти полтора процента, ММВБ чуть меньше 1,2, потому что рубль продолжает падать. Вот такая вот интересная картина маслом сегодня, пятница. Значит, смотрим на сырье и на Форекс. Бренд все же выше 100 долларов, 102,67 стоит бочка, половина процента после вчерашнего закрытия. Ну, золото отдельная тема, хотя тоже начался небольшой отскок, но торгуется ниже 1300 за унцию. И евро-доллар, потеряв 2,5 фигуры, значит, восстанавливается потихоньку. 1,32, вот вроде бы он удержался на этом уровне. Доллар, ну, все иеновые пары продолжают свой рост. Наверное, это тоже есть сермяжная правда жизни. И набор голубых фишек в основном сегодня зеленый, слава богу, и лидер Мироста. Рост нефть? Угадал? Нет, к сожалению причем, к сожалению, потому что столько всего сейчас в Питере по Ростнефти, говорят, да, но пока она еще не радует. Не убедили. Да, так как, смотрите, 2,5% АвтоВАЗ, 2,5% Аэрофлот, 2% ВТБ, Газпром, выше... В общем, все те, кого нет в Питере. Выше 110, Газпром, 1,5% Уралкалии, больше 2% Русгидро и НЛМК. Значит, Сбербанк у нас 1,5% тоже прибавляет, выше 90. Ну, собственно, вот такова картина маслом. Все это, с одной стороны, весело, с другой стороны, неоднозначно. Давайте начнем обсуждение. Ну, и, видимо, ключевое событие, если уж мы подводим итоги, да, уходящей недели, ключевое событие это заседание Федрезер, выступление Бернанки, ну и Владимиру здесь слово, несмотря на то, что присутствует дама у нас в студии. Я постараюсь все-таки, мне будет интересно их мнение, да. Их мнение дам. Я имею в виду, она же представляет не только себя, но еще и авторитетную компанию, поэтому, да, потому что у меня есть свое мнение, но я никогда его не навязываю никому. Я всегда говорю, что мое мнение, это мое мнение, я могу ошибаться, хотя я... Володь, я тем не менее у Даши спрошу, Даши, ты, прежде всего, аналитик здесь, да, вот эти вот реверансы, они тебе нормально на тебя, или ты просто хотела бы сказать, ребята, успокойтесь уже, давайте обсуждать рынок. Да, давайте, это время, время. А я знаю, мы к нему все равно придем. Они мои, да, очаровательные. Давай, значит, к тебе, Володь. Да, но на самом деле, конечно, все чуть-чуть говорят, что вроде бы должен был Федрезерв, значит, всех удивить и объявить ее снижение объема, так называемый тейперинг объявить. Хотя уже даже неделю назад по статистике, по рынку труда, по PMI, по всем, было видно, что этого не произойдет. Поэтому произошла просто какая-то, знаете, вот срыв эмоциональный, когда чего-то, что-то ждешь, и потом оно происходит, но оно не совсем так происходит. Например, ждешь Деда Мороза, да, а вместо Деда Мороза приходит дворник и просит у тебя лом. И в этот момент у тебя происходит нервный срыв. Сейчас реальную историю рассказываешь. Нет, я рассказываю, что случилось в ночь со среды на четверг по московскому времени. Ну, то есть, грубо говоря, это было приблизительно так. Потому что на самом деле Бернанке максимально, он уже, в общем, вошел в роль, и, на мой взгляд, отлично уклоняется от ненужных ему вопросов. Более того, он не поднимает вопросы, сложные для него, о которых не знают журналисты. Представляете, все-таки журналисты достаточно репрезентативны. Там и CNN был, и CNBC, и от Nikkei были, так сказать, японцы, и Dow Jones. Всех интересуют. Практически все, да, известные медиа. Но какие-то вот подковерные моменты такие, особенно касательно покупки ипотечных облигаций и так далее, они не очень хорошо знакомы с предметом, поэтому этих вопросов было минимум. Но там, в них, в этих вопросах кроется, на мой взгляд, очень много интриги, которые бы можно было взять. Если вы говорите о тейперинг, вы что, будете одновременно и QE3, и QE4, так сказать, объемы снижать? Или вы все-таки сначала посмотрите, какой из двух сыновей вам дороже? А точнее, что вообще Федрезерв в первую очередь должен по его мандатус спасать? Тежерис или Фенни Мэй Фредди Мэк? И ответьте на вопрос, каким образом отразится это на хаусинг, на рынке недвижимости, на ипотечных ставках США, если тейперинг произойдет, ну, еще раз слово, может быть, незнакомое всем. Пять раз уже его сказал, прежде чем перевести. Ну вот, да, давайте, да, близко к оригинальной терминологии. Речь идет о снижении объемов, значит, количественного смягчения. Вот, собственно, под этим тейперинг, так сказать, и подразумевается. Поэтому в течение вот всей вот этой вот пресс-конференции перед журналистом, так называемой секции Q&A, вопросы и ответы, ни разу не было заданного именно вопроса, послушайте, но ведь этот процесс этот может начаться совсем не с того конца, с которого рынки ждут, а именно, и что будет, скорее всего, со снижения объема помощи ипотечным облигациям. И в этой ситуации в первую очередь надо смотреть на то, что случится с рынком ипотеки, с рынком недвижимости, с ценами на дома. А ведь это сейчас единственный, по сути, сектор в американской экономике, который растет, растет хорошо и который все приводят в пример другим секторам. И что на самом деле не может не настораживать людей, которые еще, в общем, помнят отголоски 2008 года. Вот, поэтому, значит, конечно, опять приходилось читать между строк. И реакция рынка, я говорю, что это была обычная реакция именно просто нервного срыва, но понимание какое-то того, что действительно было озвучено и чего не было озвучено, оно пришло позднее. И в том числе мне показалось... Молодь, извини, я тебя приду, давай, Даша, скажем, дадим возможность сказать пару слов, у нас скоро новость, а потом, естественно, поговорим еще раз. Твои ожидания подтвердились? Вот что ты ждала от Бернанки, что ждала реакцию рынков, какую ты ждала на его слова? Ну, скажем так, какого-то решения, естественно, мы не ждали, ждали намеков, ждали сигналов, как, собственно, и весь рынок. И, прочитав стейтмент, собственно, расстроились, потому что никаких намеков... Вот никакой четкости абсолютно не было, но мы увидели, как отреагировал рынок, а рынок схватился за голову и полетел вниз со всей игры. А на что он тогда отреагировал таким образом, если никаких намеков вы не увидели в стейтменте? А дело в том, что все равно есть ожидание того, что в какой-то момент программа эта... Она не может быть вечной, верно? И все равно в какой-то момент наступит вот тот самый час... Извини, пожалуйста, может, мы о разных стейтменах говорим? Вот я читал потом, да, этот перевод краткий, там была фраза у Бернанки, что сворачивание к УИ-3 мы начнем позже в этом году. Вот такая была фраза. Разве это не намек? Ну, в общем, там, скорее, мы рассмотрим такую возможность. Но она будет пропорционально... Проблемы перевода, может быть, с этим... Фильм хороший был, да. Замечательный фильм. Да, Даша, давай. У Бернанки у него любимое слово «если». И он им замечательно совершенно оперирует, говоря о том, что если безработица достигнет таргета 6,5%, то мы будем... Я, кстати, предположу, у аналитиков тоже это должно быть любимым словом, потому что если будет так, то мы пойдем вверх, а если будет иначе, мы пойдем вверх. Знаете, я еще так немножко постебался, извините, за такое жаргонное слово. Назвал-то циклической ссылкой. Ну, вот у нас программисты работают, мы с ними общаемся. Это когда одно на другое ссылается, а, так сказать, субстанции нету. Окей, продолжим. Хорошо, да, сейчас у нас перерывчик небольшой. Мы слушаем новости, внимательно слушаем новости на Финам.ФМ. А продолжим... Продолжим эфир. Итак, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дарья Желаннова, старший аналитик Альпари и Владимир Жанковский, директор аналитического департамента Нордкапитал. Мы подводим финансовые итоги недели. Начали это делать уже в первой половиночке, в первой четвертиночке, точнее. И у нас есть звонок, сразу же, видимо, заинтересовали ваши эти итоги. Я потом закончу свою фразу, она для меня важна. Давай послушаем все-таки у нас. Да, звонок, безусловно, начальница. Потом, естественно, закончим и ответим сначала на вопрос. Итак, Ирина, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, Ирина. Алло, Ирина. Ирина нас не слышит или связь плохая? Если у вас есть возможность, перезвоните нам. Не будем мы задерживать эфир. Итак, Владимир, продолжай. Я очень кратко, поскольку хочу, действительно, чтобы Дарья высказалась, по поводу вот этой циклической ссылки. Значит, я постараюсь материализовать вот эти вот все разочарования, которые были. Они не столько были в том, что... Разочарование рынка? Нет. Итогами заседания ФРС. Они не столько были в том, что ФРС ничего не сказал. Потому что, знаете, мало специалистов было, которые реально верили в то, что Бернанке вот сейчас все разложат, прям по полочкам скажет. А самое большое разочарование было в том, что возникла вот эта циклическая ссылка. Что в течение большей части своего выступления Бернанке постоянно ссылался на таргеты в экономике. Что вот при достижении такого-то таргета мы тогда прекратим или снизим, а при достижении недостижения мы будем продолжать. А экономика, ну, в лице рынка, все эти месяц с лишним, с предыдущего заседания, постоянно ссылалась на Бернанке. То есть, если Бернанке снизит, тогда вот будет ВВП такое-то, такое-то. То есть, получается, что Бернанке ссылается на экономику, вроде бы которой он призван, так сказать, ну, повышать ее показатели или стимулировать, или еще что-то, а экономика, получается, смотрит на Бернанке, в свою очередь, тоже не понимает, куда она идет. То есть, получается, действительно, для инвесторов, для управляющих замкнутый круг. То есть, они должны вынуждены сами определять вот эти параметры, реально ли достижение 6-процентной безработицы до 2015 года или нет? Реально ли достижение 2-процентной инфляции или нет? Кстати, надо уточнить, наверное, да, что понижены, да, уровень безработицы, целевой уровень безработицы. И они предоставлены самим себе. Вот это вот самое большое разочувание. С какой стати у нас есть люди, которые занимаются прогнозом, сами управляющие должны прикидывать, а насколько реально 2-процентная инфляция в Штатах к концу 2015 года? Это, черт возьми, я не знаю. Чьёрт Убьери, да. Даш, продолжай, пожалуйста. Свои мысли по этому поводу. Ну, собственно, как я уже сказала, и абсолютно согласна с Владимиром в этом отношении, что действительно Бернанке постоянно ссылается на какие-то таргеты по экономике. И здесь, естественно, важно, это безработица и инфляция. И на текущий момент нам не очень понятно, как им удастся в такой краткосрочной перспективе достичь этих таргетов. Соответственно, у нас прогнозы такие слабоутешительные. И те мысли, что к концу 2013 года программа будет сокращена, ну, пока верится с трудом. Опять же, если вспомнить то, что у них не решена проблема с секвестром бюджета, у них не решена проблема с госдолгом, у них сейчас на облигационном рынке творится непонятно что, да, и доходности улетели наверх, и госдолг нужно обслуживать. И, естественно, это создает какую-то невероятную неопределенность. А unusual uncertainty, да, это было в оригинальном. Абсолютно, абсолютно. И, естественно, инвесторы пытаются найти какой-то скрытый смысл в том, что говорил Бернанке, и каждый интерпретирует его по-своему. И именно вот из этого складываются те ожидания, на основе которых потом принимаются решения. Именно поэтому мы видим то, что рынки развернулись, пессимизм, и, собственно, и России досталось, и всем остальным досталось. Потому что, ну, лидирующую роль США никто не решится, наверное, оспаривать. Поэтому вот мы видим то, что видим. Ну, то есть реакция это была, несмотря на то, что она была нервная, но она краткосрочная, да, укрепление доллара, это просто вот такая возможность выдохнуть инвестору, да, отсидеться немножко и потом принять решение, чтобы покупать дальше. Именно так, Олег. И на самом деле, вот, что еще отличает текущее заседание от предыдущих, еще не таких далеких в 2012 году, что все-таки исход в качество был полноценный. Значит, после укрепления доллара, обязательная следующая фаза, это снижение доходности по трежерис, по всей линейке практически. Это называлось у нас бегством в качество. Что мы видим? Мы видим сейчас, что падают все активы. Падают акции, падает сырье, падают валюты. Все против доллара практически. Ну, евро у него как-то там своя история, но об этом отдельно, да. Тем не менее, он в связке. Все равно он, да, немножечко присел. И что самое поразительное, действительно, вот просто наши трейдеры сидели с выпученными глазами, я не побоюсь этого слова, и наблюдали... Для трейдера это нормально, кстати. Ну, нет, слушайте, ну, прожженные люди, которые все видели, или там разные... Но они не могут понять, как может доллар расти, и одновременно при этом доха, как они ее называют, доходность, по десятилеткам, по тридцатилеткам параллельненько так вверх уходить. Вот этот момент, на самом деле. И сам Бернанке сказал о том, что, вы знаете, вот есть один все-таки момент, на который у нас нет ответа. И нет ответа ни у кого из членов комитета. Почему растут доходности по трейдерям? Ну, у меня не то, чтобы есть этот ответ, но я подозреваю, что он у меня есть. Есть такой отчет у Федрезервы, называется Treasury International Capital Foss. Это отчет о движении международного капитала. Так вот, согласно последнему отчету, 54,5 миллиарда долларов было продано казначейских облигаций нерезидентами, включая иностранные банки. А вот теперь сравните эту цифру с цифрой QE4, то есть с цифрой, на которую покупает Федрезерв Treasuries, облигации казначейские, 40 миллиардов, и вы поймете, почему у вас доходность растет. Ну, извините, но у Бернанке в состоянии такие вещи, оценить у него академическое образование. Почему он об этом не сказал, это вопрос второй. Я не знаю, я на него ответа не могу найти. Правда, ответ на этот вопрос был потом у Белогросса, который комментировал вот эти вот высказывания. Здесь много интриги, здесь очень много таких вещей, потому что слишком высокие ставки. Смотри, смотри, по поводу... Имеются ставки вообще не ставки. Конечно, не ставки по трижлям. Смотри, по поводу выступления Белогросса, я так понимаю, ты, ну, если не один, то... Я ему очень симпатизирую, он потрясающий. Не так много людей, которые его слушали и не спали всю эту ночь. Я думаю, что на сегодняшний день, да, после того, как ударили словоблудие всякие там, я не знаю, ну, не хочу их всех называть, лишь раз им рекламу делать, то Белогросс сейчас это единственный человек, который в рынке, который торгует, который видит рынок и который в состоянии коммуницировать свое видение рынка с экранов телевидения и в своих статьях. Я понял. Даш, смотри, вот если, так сказать, все, о чем говорит Владимир, да, за чистую монету принять и прислушиваться к его мнению, авторитетному достаточно, может быть, вот такое, ну, так мягко говоря, в кавычках, по-заминаме, странноватые поведения Берданки связаны с тем, что вот ему вот-вот уже на дверь, ему даже господин Обама просто фактически на дверь уже указал, да, может быть, с этим что-то связано? Ну, действительно, мы слышали такие заявления от Обамы, что, мол, осталось недолго заниматься. Засиделся. Засиделся. Да, как-то вот так. Я думаю, что вряд ли он почувствовал сейчас меньше ответственности, чем на нем реально лежит, и я бы, наверное, не стала списывать вот это поведение на близость, скажем так, покидания Федрезерва. Меня волнует в этой истории немножечко другой момент. Вот мы как раз с Владимиром затронули эту тему. Мы ориентируемся на таргеты, мы ориентируемся на статистику, а вот теперь давайте подумаем, насколько статистика, которую мы видим, отражает реальное положение дел в экономике. Это диалектический момент. Это философия. Для нас очень важно. Это третий принцип, кстати, по Марксу, по-моему, да? Ну ладно, все, не будем. Нет, я прошу прощения, когда мы где-то обсуждаем с слушателями статистику, ну очень часто такая фраза из глубины аудитории, ой, так можно это верить, эти рейтинговые агентства, мы знаем, как там и статистику эту подрисовывают. Но я все время говорю, ну хорошо, допустим. У нас ничего нету другого. Нет, нет, да, во-первых. А во-вторых, мы же с вами торгуем на рынке, и на нее реагируют. Да. Почему вы должны сопротивляться этой реакции? Поэтому, как говорят... Мы не сопротивляемся ни в коем случае. Конечно, мы... Ни в коем случае. Мы отслеживаем настроение рынка. Реальность — это то, что отражено в нашем сознании. Это как раз есть третий принцип диалектического материализма. Ты освоил, ты освоил. Даша, продолжай. Правильно мы вас учили. Ну знаете, да. Ну так вот это так оно и есть, да? Я просто хочу обратить внимание на то, что в принципе нарисовать даже цифру в 6,5% безработицы не так сложно. И получится так, что вроде бы он за свои слова отвечает. А инфляцию? То есть, вот, пожалуйста, инфляцию, ну... Тоже. Убрать все ежедневные расходы, убрать рост цен на бензин. Можно любое все нарисовать. И вот Владимир вам рассказал, как это делается прямо в эфире. Это называется core CPI. Абсолютно. И то же самое мы видим со сменой методики расчета ВВП США, которая вот не так давно у них случилась, которую, так сказать, раскритиковал весь рынок. И, естественно, ВВП у них вырос. Ну, естественно, почему же нет, если компонентов стало больше? Да, за счет складских запасов у нас ВВП. Психика, какая классная экономика. Не окр, не окр. Наше все. Не окр. И плюс, ну, вот стандартный вариант, когда можно чуть повышать ВВП, за счет складских запасов. Так, коллеги, смотрите, времени не так много. Давайте вопрос я озвучу. Он в тему мне показался. Пишет несколько игриво, но учитывая пятницу, наш слушатель по имени Андрей Ткаченко. Я буду, естественно, на приличный язык... Я, кажется, его знаю. На приличный язык все переводить. Так вот, вопрос у него такой. Отсутствие притока на американские рынки акций и облигаций вот этих самых денег от Федрезерва вызовет их стагнацию и сжатие. Это его мнение. А дальше. Может ли это заставить ихних, как пишет Андрей, и инвесторов искать более дешевые, но потенциально более профитные рынки типа сырьевых и развивающихся? Дальше по списку. Или, второй вариант, инвесторы США могут оказаться не такими уж и глобальными и будут ждать, когда вода потечет под лежачий камень. Ну, достаточно игриво. Или все. Ну, Дарья. Даша, как ты думаешь? Ну, действительно, все. Там уже нечего ловить, условно говоря, в Америке. Инвесторы лежат деньги. Ну, пойдем в Россию, в конце концов. Сейчас там все наладится. Вы знаете, лично я только за, чтобы на последний... Я надеюсь. Я абсолютно... Не, давай ты как аналитика... Давайте мы проголосуем за это. Подожди, подожди. Давай объективно, объективно, со стороны. Ты возможным это видишь вообще? В какой-то, может быть, степени? У меня есть ощущение, что фонды, скажем так, ориентированы даже на БРИКС, несмотря на то, что мы видели снижение доходности, мы видели от некоторых отток средств. Даша, извини, мы должны тебя прервать. Значит, ответ на этот вопрос в следующей части мы начнем. Сейчас прервемся, слушаем новости на Финам. Итак, продолжим, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Сейчас мы начнем, ну, чуть позже, отвечать на вопросы. Я хотел бы еще раз напомнить, уважаемые слушатели, для вас телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. У вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Мы говорим сегодня о том, как выглядели, собственно, выглядят финансовые итоги недели, что происходило на этой неделе. Ну, еще раз, я представлю моих гостей в студии Дарьи Желаннова, старший аналитик Альпари Владимир Жанковский, директор аналитического департамента «Нордкапитал». Бог любит троица, добрый вечер. Добрый, добрый, добрый. Ну, что ж, Даш, значит, вопрос я не буду повторять, да, собственно, вот один из наших слушателей пишет, ну, или там, прекращение КОИ-3 заставит инвестора посмотреть на развивающиеся рынки, или они будут сидеть ждать КОИ-4, КОИ-16, там, что-то еще, может быть, инопланетян. Я думаю, что часть инвесторов поверят в развивающиеся рынки, и, возможно, там действительно приток мы увидим. Вряд ли он будет каким-то невероятно огромным и удивителем. Даш, извини, а если можно сразу уточнить, поверят. Вот что значит? Вот сейчас они не верят, да? У них нет возможности больше никуда вкладываться, и они вдруг поверили. Возможности есть всегда. У нас рынок огромный, инструментов миллион, поэтому... Ну, не миллион? Однозначно... Ну, полмиллиона. Дайте для красного словца. Давай, давай. Вот, но, тем не менее, я не верю в то, что... Аблигаций много. Опять же. Я не верю в то, что Штаты потеряют интерес. Я не верю в то, что... К Штатам же имеется в виду. К Штатам, да, простите, оговорился. И я не верю в то, что будет серьезный отток капиталов. Я понимаю, что сейчас невероятная нестабильность. Я понимаю, что сложно, но пройдет этот момент, мы увидим все коррекции, которые должны быть по законам рынка, и потом все равно вот это доверие, которое есть, оно никуда не денется. Это первая экономика мира, и давайте будем честными. Я, скажем так, я сейчас очень слабо верю в Европу, поскольку, ну, вот, объективно макростатистика и все то, что там происходит... Она транзитная страна, и сюда капитал не пропускает, так как Украина в свое время не пропускала газ российский. Абсолютно. Но Штаты, они в ближайшем обозримом будущем, там, 5-10 лет даже думать не стоит о том, что они сойдут. Смотри, ты не очень веришь в Европу, но объективно, да, я с тобой соглашусь, а как Китай, с твоей точки зрения? Самолетное сообщение, необходимо наладить... Перспективы... Деньги за самолетами... Валерий, подожди, подожди, подожди. Перспективы развития китайской экономики, мы тоже в этом кровно заинтересованы, да, как минимум металлурги наши? Конечно, разумеется. Нет, на Китае у нас хорошие планы, у нас хорошее видение. Безусловно, есть свои проблемы, и отмечаются и замедление темпов роста экономики, есть внутренние проблемы закредитованности, и даже отмечаются уже проблемы с демографией, при том, что скорее с качеством рабочей силы. То есть правительству предстоит решить кучу проблем. Но, тем не менее, потенциал роста, он огромный, и наверняка уже, собственно, идет обсуждение того, что для России сейчас очень важный проект в Китае развивается, да, речь идет о заключении контрактов на поставку нефти в Китай, и, собственно, выиграет от этого, в первую очередь, рост нефть. И, действительно, новость очень позитивная для нас, и я смотрю с полным оптимизмом на это. На это и на российский рынок, да, я так понимаю, и на российскую экономику. Я немножко добавлю, Дарья, я полностью согласен с ее точкой зрения, просто причина какова. Причина такова, что, на самом деле, большинство крупнейших фондов в Штатах это пенсионные страховые фонды. Суммарный объем срез под управлением в этих фондах это около 800 миллиардов до вздумать, это почти что... Это невозможно представить. Это третья часть баланса Федрезерва. Вот так вот. И они, к сожалению, достаточно консервативны. Они ориентируются как минимум на 60% на облигации, а не на акции, как на средства консервативные, гарантирующие доходность. И когда они делают тот или иной вывод по поводу инвестиций, они, к сожалению, ориентируются по-прежнему на рейтинге. Почему была, на мой взгляд, достаточно серьезная интрига после СНП, когда Мудис тоже понизил по США значит, Outlook, ну, прогноз на будущее. Потому что, если бы два агентства понизили США рейтинг, то этим фондам пришлось бы реально пересматривать структуру своих портфелей инвестиционных. Именно потому, что у них правила такие, да? Не потому, что они там... Это декларация, да. И понимаете, здесь дело не в любви к России или к Индии или к Бразилии или еще кому-то, а потому, что у них такие декларации, они не могут ничего с этим делать. И они ориентируются по-прежнему по старинке на рейтинге большой тройки. И поскольку эти рейтинги таковы, что у США сейчас большинством ААА рейтинг существует, один всего лишь АА, они могут рассмотреть инвестиции в европейские бумаги и они инвестируют в германские бунды, потому что там ААА. Но уже дальше, если смотреть Италия, Испания и так далее, они не могут, потому что там снизили рейтинги и они не проходят по инвестдекларации в этом проблема основная. Я понял. Ну и, собственно, заговорили мы о российском рынке, о российской экономике. Дай богу, действительно, услышали бы Дашу и иностранные инвесторы, ну, хотя бы чуть-чуть посмотрели бы сюда. Тем более, что, и вот здесь вторая сторона медали, тем более, что. И у нас в стране что-то, да, все-таки делается для того, чтобы улучшить инвестиционный климат, для того, чтобы инвестор действительно посмотрел на нас. Вот в частности, ослабление рубля, причем забавно продекларированные, да, главой Минфина, как девальвация. Слово страшное, три дня мы это обсуждаем, но мне кажется, надо было корректней просто по отношению к рядовому слушателю просто, да, или читателю. Потому что, я прекрасно понимаю, у людей неискушенных, слово девальвация, сразу волосы дымом встают, и они бегут, мама родная, вот так начинают кричать. Хотя потом, и уже два дня подряд, как все, кто не по пути, успокаивают. Нет, ребят, не об этом была речь, не об этом была. Но, тем не менее, как бы то ни было, речь шла о том, что надо каким-то образом стимулировать экономический рост. Вот в частности, да, выбрали там, или обсуждали несколько вещей, снижение процентной ставки, сейчас не дает инфляция, да, ну вот, эвалюация рубля на 1-2, на 1-2 рубля, там район 33, Даша, как ты думаешь, будет у нас в этом смысле, так сказать, позитивная реакция. Ну, то есть результат будет? Я, если честно, не очень верю в эффективность именно этой политики, поскольку от снижения стоимости рубля выиграют экспортеры, как это, как об этом говорят власти. Безусловно, мы с этим не спорим. Однако, их выручка все-таки зависит от объема добычи. И вот, если мы сравним, сколько получат они от более дешевой валюты и сколько они получили бы, например, от налоговых льгот или от таких более фундаментальных вещей, то вещи несопоставимые. И скорее девальвация, она более опасна. Давайте назовем это просто ослаблением рубля. Действительно, не совсем корректно, и дабы не нервировать аудиторию. В этом есть тоже, да, смысл, потому что нервы, они же не железные. Абсолютно, абсолютно. Вообще очень нервная работа, я хочу сказать. В последнее время особенно стало. Особенно. Особенно. И надежду дает то, что позиция властей по этому вопросу, она неоднозначна, поскольку даже на питерском форуме, который сейчас идет, мы услышали две разные позиции, абсолютно противоположные. Да, позиция Министерства экономики, который отстаивает как раз таки ослабление рубля, и позиция ЦБ, примкнувших к нему, которые говорят, нет, ребят, это крайне опасная мера, и нужно очень аккуратно с этим обращаться, и понятное дело, что должен быть найден какой-то компромисс. Я очень рассчитываю, что все-таки он будет найден в сторону не сильного ослабления. Говорили об одном, двух, один-два рубля, да? Я думаю, что потолок 35, ниже вряд ли опустится. Опять же... 35, даже от текущих это прилично, сейчас 32,80. Это много, но опять же, это ни недели, ни две, это перспектива, ну, вплоть до конца года, я бы так сказала. Опять же, надеюсь, что одумаются и подкорректируют немножечко эти планы, поскольку, ну, опасна, опасна эта ситуация, и, собственно, мы ждем, что будет решение такое более здравое. Ну, на самом деле, да, я видел это интервью господина Мордашова, главы Северстали, энергомаш корпорации, силовых машин имеется в виду, ну, правда, как частное лицо. Видел, в общем, все его доводы, о которых он говорил, но, так сказать, если он слушает Финамуфов, вряд ли, конечно. Почему это? Ну, может быть, или кто-то из Северстали. Господа, мы с вами, ну, поймите одну вещь, в Европе, в Европе, зафиксировано минимальный уровень продаж автомобилей за 20 лет. Что Северсталь экспортирует? Что реально она может экспортирует? Метизы, профильную продукцию, швеллера какие-то там, арматуру, вы же сами понимаете, что она не совпадает с Дином, она не сертифицируется по европейским стандартам. Вы говорите о экспорте листа стального и для этого немножечко девальвировать рубль. Но если не производятся машины, если спрос низкий и автопроизводители в ответ на снижающийся спрос снижают выпуск автомобилей, кому вы будете продавать этот лист, даже если он будет стоить половину в доллару или в евро выражении, чем он стоит сейчас? С нефтью проблем нет, она достаточно дорогая, с газом, ну, в Европу пока что, по крайней мере, мы поставляем достаточно высоким ценам. Основные проблемы это металлургия, это уголь. Уголь не экологичен, он, к сожалению, ну, по объективным тоже причинам не может расти, металлы не могут расти. Я не понимаю, кому помогать сильно так уж вот этим вот ослаблением рубля. Хотелось бы предметно просто поговорить, кому нужна помощь, поднимите руки. А вот, ну, получается, что, да, 20% экспорта нашего, это металлургия, которой надо было бы помочь. Но продаст ли она эту продукцию в этой ситуации, я не уверен. Я хочу дополнить, здесь есть еще один очень опасный момент. Мы все знаем, что инфляция, это налог на бедных. Да. И вот, то, что сейчас происходит, то самое ослабление рубля, оно как раз и будет эту инфляцию стимулировать. Опять же, у правительства есть сейчас попытки как-то немножечко ужать монополии, замедлить хотя бы рост тарифов и тем самым обеспечить снижение инфляции и, может быть, после этого понизить ставки для того, чтобы простимулировать бизнес изнутри. Но... Но выглядит как-то очень парадоксально, да? С одной стороны... Это немножечко не стыкуется, поскольку вот от этого... от этой меры просто проиграет население. То есть банально люди не смогут купить импортные товары, потому что они автоматически дорожают. Людям сложнее будет уехать за границу, потому что на это количество рублей не купить достаточное количество валюты и так далее. И получается, что опять же это ударит по внутреннему спросу. Проблема заключается в том, что у нас только 30-процентное импортное замещение. Это уже старая цифра, я ее помню, и как отче наш. Фактически не замещая... Есть большая часть товаров не импортозамещаемых. Это значит, что эти товары люди просто не смогут покупать. А это, между прочим, включает и жизненно важные вещи, такие как лекарства. Вы не сможете... Сколько бы... Значит, государству придется всю полученную прибыль за счет девальвации рубля... Ну, не всю, ну, скажем, процентов 50 потратить на дотации на подорожавшие лекарства. Для того, чтобы их могли пенсионеры... Кто со мной потребитель лекарств? Это люди малоимущественные, люди старшего... Это перекладывание из одного кармана в другой. Это не решение вопроса. Опять же, есть важный вопрос импорта технологий, что для нашей промышленности крайне важно. И мы хотим, чтобы она развивалась, мы хотим прироста ВВП, мы хотим роста производства, нам нужны технологии. А если они дорожают, каким образом мы поможем? Ну, как-то вопрос. Вопрос, вопрос. Вопрос много, согласен. Еще осталась минутка до следующего перерыва. Если можно, давайте еще раз о рубле. Все-таки худшим в каком-то варианте, я не знаю, худший он, не худший, его ослабление до каких пор может продолжиться? Молодец. Вот такие вопросы. Мне очень хочется услышать, потому что я вот вопросы эти считаю. Значит, смотрите, здесь две компоненты, которые я вижу. Это органическое ослабление рубля, такое же, как ослабление, например, реала, рупии. Они все происходят более естественные. Органическое, естественное. И искусственное, дополнительное ослабление рубля, которое может быть вызвано действиями наших финорегуляторов. Значит, при естественном ослаблении рубля, я думаю, что до конца лета, как по сценарию это всегда происходит, они еще могут ослабиться на где-то процент, но еще будем говорить, говорить так, до 35, это реально. 34,80, где-то вот так вот. Но потом начнется очень мощное укрепление по причине того, что наш рынок остается привлекательным, долговой рынок. И рынок, и развивающиеся рынки все тоже привлекательные, долговые, высокие ставки, доходность высокая. Сейчас же все доходности ищут. И эти валюты начнут очень серьезный разворот. Это циклический момент. Он вот уже несколько лет в таком цикле работает. Именно цикл сезонный такой. А отдельно поговорим о том, что будет, если его дополнительно ослабят. сейчас мы привемся, тогда новости на Финам.фм потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток. Время быстро очень пролетело, мы сейчас посетовали как раз за кадром об этом. Ну уж такова жизнь. Последняя часть эфира, мы подводим финансовые итоги недели. Ну и давайте даже сразу продолжим, собственно, разговор о том, а что же, что же, что же ждет нас. А, сори, Володя у нас там. Ну я уже практически закончил. Что нас ждет? Рубль, рубль что ждет? А, да, я прогноз свою самую любимую часть передачи. Значит, да, часть, при которой есть некие внешние воздействия на рубль, которые, я надеюсь, все-таки от них откажутся. В этой ситуации, конечно, может, в общем, быть, как говорят, ну, сорок, конечно, это уже перебор, но до тридцати восьми, до тридцати девяти, теоретически, может дойти, в случае, если Минфин начнет агрессивно скупать доллары, как он говорит, для пополнения резервного фонда. Вот если увидят Минфин на рынке, реально увидят его объемы, все будут играть, естественно, вместе с Минфином, потому что против Минфина весьма сложно будет играть. Хотя, говорят, да вы даже не заметите, как, все заметят. Кому надо, тот заметит, вычислят, поверьте, знаете, уже на этом рынке не первый год люди, которые работают, они абсолютно безошибочно видят присутствие ЦБ или его отсутствие. Вы понимаете? Нет, а потом опять-таки, да, интриги-то никакой, Минфин сам объявляет, а то, что я в августе буду скупать доллары. даже увидят, на какие объемы он скупает. Это когда он увидит, что объемы приличные, естественно, все начнут играть против рубля, и понятное дело, что там уже этот придется просто, как бы сказать, насильно останавливать каким-то образом. Поэтому я надеюсь еще раз, что вот этого второго сценария не произойдет, он не материализуется, все ограничится именно естественным ослаблением рубля, он будет не более сильным, чем ослабление корзины валют. В частности, меня сейчас даже больше волнует турецкая лира, например, потому что она может теоретически очень сильно упасть, если эти беспорядки будут там дальше продолжаться. Это очень страшно, потому что турецкий рынок в последнее время не считался чуть ли уже не сформировавшимся, готовым, да. И тут вдруг он откатывается на уровень развивающихся, и все это по новой, что называется. Лира плохо себя очень показала в этом эпизоде, она упала больше, чем рубль. Могу вас немножко обрадовать. Ну, вряд ли, да, мы от этого обрадуемся. Кстати, абсолютно верно, Володин говорит, если мы даже брик посмотрим, да, рупи индийские на исторических минимумах, реалтаж свалился, поэтому мы в этом смысле это еще неплохо выглядим, с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что рубль постоянно догоняет своих коллег по этому брику, то есть здесь тоже вот есть некое ожидание того, что это... У нас еще одна проблема есть, это внутридневная волатильность, она у рубля очень высокая, ни одной другой валюты брик нет такой внутридневной волатильности. Она, естественно, действует на нервы, потому что сами банки не знают, что делать, они видят этот курс, они начинают по нескольку раз в день менять курс, и в итоге все это заканчивается тем, что просто спреды расширяются, между покупкой и продажей. Вот это самая мерзкая вещь, когда спред 100 байсных пунктов, ты приходишь в банк и видишь, что покупка, например, не знаю, на 30 рублей, а продажа, черт возьми, 35 рублей, ну не 35, а 33, да? Ну, утрируем, понятно, да. Да, да, ну в этой ситуации эти люди начинают фактически делать совершенно невероятные вещи. Совершенно верно. Они начинают покупки каких-то там, не знаю, в магазине драгоценностей идти, бытовую технику покупать, еще что-то, потому что они уже понимают... Ты чувствуешь, вот это самый худший вариант. Переходим к следующей теме разговора. Да, на Форексе необходимо уменьшить дневную волатильность. А потом величина спредов, широкий спред, это как раз вот первая причина нервов, нервозности, потому что раздвигают спреды невозможно. И, Даш, и тебе будет первый вопрос в этой связи, ну, помимо всего прочего, да, что мы уже обсудили, фондовые рынки и валютный рынок, сырьевой рынок меня интересует и его золотая составляющая. Золото рухнуло, да, тоже, мама не горюй, ниже 1300 за унцию и, собственно, пока не собирается особенно восстанавливаться. Ну, попытка предпринята была, да, сегодня, пока не получается. Это странно. Это странно, исходя из этого, Даш, вообще, в принципе, да, как ты с золотом, ну, не как девушка, да, конечно, красивая, как аналитик, как участник рынка. По-любому можно обсудить этот металл. Нет, на первый, я ответы знаю, это очевидно, как ты золото относишься с точки зрения его, я не знаю, роли защитного актива или другого рискового актива, сейчас уже, акценты меняются постоянно, что такое золото, никто не знает. И перспектива, естественно, перспектива. Ну, я... Лучшие друзья девушек. А, все, все, я мучу. Бриллианты. Но не золото, но, да. А то еще фьючерсы на золото, лучшие друзья девушки, это фьючерсы на золото. Фьючерсы на золото. А все нам наше золото, не надо. Немножко перепели песенку. Я бы не стала списывать золото из... вычеркивать из списка защитных активов, и все равно мы видим его рост, когда на рынках паника, когда инвесторы ищут какую-то гавань, все равно идет на него спрос. паника была у нас позавчера, а золото упало вместе со всеми. Упало, абсолютно. Но вот если проследить динамику запуска КУЕ, то золото абсолютно четко реагирует. Выросло, выросло, да. Абсолютно четко реагирует. Поэтому, как только, как только мы увидим определенность, вот, какие-то, ну, какие-то детали, да, насколько будет сворачивание, когда будет сворачивание, тогда, я думаю, что оно падение чуть-чуть приостановит. Пока вот эта неопределенность сохраняется абсолютный юг и вообще... а долгосрочно ты как на золото смотришь? Долгосрочно. Долгосрочно на него трудно смотреть однозначно, поскольку оно очень четко отражает настроение на рынке. Нервозности больше, спрос на него больше. Нервозности меньше, оно, из него уходят более рисковые активы. Там он в паре с Виксом торговать, да. Абсолютно, абсолютно. Такая же абсолютно динамика по серебру. То есть тут даже... Ну, серебро мы отделили, это там, Валют, понимаете в чем дело? На самом деле самая отвратительная вещь мерзкая, потому что я всегда был таким быком серьезным на золото, наверное я не один, поддался вот известным людям, которые там часто по телевизору там выступают и во всяких ютубах вещают нам, ну мы знаем о ком идет речь, а иногда они даже на английском говорят. Вот. Проблема была в том, что бумажного золота оказалось чуть ли не в два раза больше физического. Это, конечно, просто мерзкая вещь, а то, что в так называемых ETF-ах, это рынки биржевые, простите, фонды биржевые, значит, которые должны иметь в своем коллатерал, в своем обеспечении золото, его там не было. То есть фактически они просто привязывались индексом по золотым котировкам и, ну, люди, которые покупали эти фонды, они считали, что они покупают золото, хотя на самом деле за ним ничего не было. Это была своего рода схема определенная, которая разрушилась вот буквально где-то в феврале месяце. То есть те люди, которым было нужно, они вывели все это на божий свет, раскритиковали, вот есть такой SPDR Gold Trust, это самый большой фонд вообще в мире золотой, вот против него было очень много написано памфлетов, везде в прессе, он был предан анафеме, и начали считать, сколько же реально там срезало, там получилось порядка 15 миллиардов, которые на самом деле оказались пустышкой. И я думаю, что вот это запустило так называемый chain reaction, то есть цепную реакцию, распродаж золоти. Конечно, там добавил Китай, если мы помним, с него все началось, но, значит, делевериджинг в золоте начался именно с этих бумажных, но он закончится рано или поздно. То есть все равно выход из этих бумажных ETF-ов закончится, а Центробанки, правительство, Индия, которая традиционно покупает золото, то есть физический металл по-прежнему в спросе. Об этом же говорит так называемый World Gold Council. Это, да, посмотрите, наберите в Google, это очень авторитетная организация, она действительно считает спрос, предложение, запасы золота, реального золота. Реального. Ее металл интересует. Все эти бумажки, которые там, секьюритис ее не интересует. Она утверждает, что спрос на физическое золото не упал. Он и не падал никогда. И вот этот момент, он заставляет меня быть все-таки оптимистом, потому что если мы, опять же, все эти перекосы рыночные уберем, то спрос на золото, он сохраняется. То есть в данном случае, если мы, даже нисходящее движение, вот это, да, бумажного золота, да, это просто пузырь, вот этот пузырь сдувается, да, нащупывает поддержку, где она реально уже стоимость золота. И оттуда мы можем... Да, с ETF-ами, конечно, мерзко все получилось, но я говорю, что вот на последний эпизод давайте не смотреть, потому что здесь все вообще продали, все, что можно было. Но в целом, говорю, что цена, конечно, она не отражает увеличение массы денежной в мире с 2008 года. А где-то уровень 1700-1800, я считаю оправданным в этой ситуации. То есть, в принципе, где-то баланс, он рано или поздно, конечно, будет восстановлен, но до этого должно быть понимание, полное кристальное понимание, что торчит в ETF-ах золотых. Смотри, а правильно я понимаю, что вот этот уровень, ты говоришь, 1300 не оправдан с точки зрения бумажных денег? Я говорю о том, что Дарья сказала. Построить на одном графике расширение, значит, М2, правильно я говорю, и увеличение цен на золото. Оно очень хорошо совпадает. Оно все время совпадало. Сейчас оно отклонилось, оно придет туда, к этому графику, потому что они должны ходить в корреляции. Так и есть. Я понял. Ну, немножко, немножко, как это, а лаверды вам, да, вот Андрей Ткаченко, тот самый, на вопрос, который мы отвечали. Привет передача. Да, фактически да. Ну, вот мы обсуждали инициативу Минфина, мысль такая у Андрея. Такая инициатива вполне приемлема была бы, если бы рубль непрерывно укреплялся и болтался в районе 29, с явной перспективой идти на 27, на 20. Ну, то есть, было бы много, много крепче, но мы же жили при таком рубле. Совершенно верно. Как-то пережили эту ситуацию, никто не умер. Да, да. А в текущих условиях, и дальше, внимание, Андрей пишет, Владимир совершенно прав, просто очередной повод для игры на понижение рубля со стороны спекулянтов. Причем понижение, которое в итоге закторонит всех. И Даша совершенно права. Ну, да. Алла Верды такой. Ну, хорошо. Значит, осталось у нас две минутки, давайте, собственно, два слова буквально, что нам на следующей неделе ждать. Ждать на следующей неделе, Даша. Заседание Федрезерва закончилось, все более-менее понятно, доллар продолжит укрепляться. Лучше всего уехать на три недели отдыхать. Великолепно. Согласна. За что? А после этого начинается сезон earnings в Штатах корпоративной отчетности. То есть уехать, приехать к сезону корпоративной отчетности, ударно его отторговать. Это у нас ближе к сентябрю уже, да? Да нет, он сейчас за полугодие будет. Уже 9, по-моему, июля алко отчитывается. Все, я теперь хотел бы, чтобы Даша сказала. На самом деле, здесь я абсолютно соглашусь с Владимиром, что до начала сезона отчетностей рынок будет вялый, будет вот эта коррекция после того, что мы видели. И, соответственно, никаких таких движущих факторов вот сейчас не видно. То есть все оно как было, так и было. Что получили, то и отыграем. Как было, так и будет. На самом деле, ничего плохого в этом нет, потому что мне понравилась Евтушенко, который в Питере. Он сказал, что мы уже умираем 7 лет или сколько, но не умерли же до сих пор. Евтушенков, вы знаете, значит, глава АФК системы. Все, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, я благодарю моих гостей. Дарья Желаннова, старший аналитик Альпари, Владимир Жанковский, директор аналитического департамента Норд Капитал. Мы подвели финансовые итоги недели, они оказались неплохими, я надеюсь, и у вас тоже. Всего вам хорошего, счастливых выходных, до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова